МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро, дамы и господа! Очередная программа «Особое мнение». И сегодня я с двойным чувством глубокого удовлетворения, как меня научил покойный Леонид Ильич Брежнев, заявляю, что сегодня мы встречаемся с вами не только в конце месяца, но и в конце года. Городная стрелка проходит циферблат. Высорок, как белка, колесики вспышат. Скачут минуты среди забот и дел. Идут, 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 и месяц пролетел. Да, действительно, пролетел не только декабрь, но пролетел и 2021 год. И мы провожаем его сегодня вместе с моей постоянной коллегой этого цикла передач радиожурналистом Еленой Гинстлинг. Лена, здравствуй! Здравствуй, Саша. Доброе утро. Ну, слушай, наверное, все-таки будет вежливо, прилично и как-то взаимоуважаемо между нами и нашей аудиторией, если мы начнем с конца. То есть поздравим наших телезрителей с наступающим новым 22-м годом. Как ты считаешь? Да, это будет правильно. Мы поздравим, мы должны пожелать. И, наверное, мы должны послушать, что они нам пожелают сегодня. Вот ты прямо меня выхватываешь свежие мысли из несвежего запаса. Потому что, действительно, я хочу построить нашу сегодняшнюю передачу таким образом, что первые полчаса мы с тобой потрепимся о том, что постигло нашу страну в декабре. А вторые полчаса откроем эфир и попросим наших сегодняшних эфирособеседников поделиться своими соображениями. Спросим их, как они относятся к нашим передачам, но не на прошлое. Я знаю, что они скажут, но делят целый год, говорили про то, что нам неинтересно. А мы послушаем о том, что бы они хотели услышать от нас в новом году. Причем заранее предупреждаю, что это не должна быть критика не наша. Нас ругайте сколько хотите. Но по поводу того, что этот косит налево, а этот смотрит направо, это уже не по нашей части. Договорились, Лен? Да, конечно. Ну так вот и чудесно. А тогда давай вернемся в декабрь. Итак, декабрь. Ну опять-таки будем по старшинству и начнем из Белого дома. А я почему-то вспомнил в связи с этим стишок Самуила Яковлевича Маршака. «Где обедал воробей». Помнишь, он говорит? «Где обедал воробей в зоопарке у зверей». И дальше у него перечислены звери. Это лев, лисица, слон, кенгуру, медведь и крокодил, который чуть его не проглотил. Так вот, ведь наш президент и первая леди, они большие любители животных. Причем эта любовь, насколько я понимаю, распространяется только на собак. Причем не на собак вообще, а на немецких овчарок. И вот у них уже вместо ушедшего из жизни мейджора, или кто? Кто у них помер-то? Да, по-моему, мейджор. Мейджор помер, да. На 15-м году жизни, по-моему. У них появился командир, причем вот у них, видишь, вместо майора появился командир. В этом, да, и еще остался чемпион. Вот эта любовь к немецким овчаркам, она меня как-то даже расположила к Джозефу Робинету Байдену. Я овчарок не очень люблю, потому что судьба сталкивала меня с этой породой только в определенных обстоятельствах, когда они меня, в общем, больше стерегли, чем охраняли. Вот, но, тем не менее, овчарка такая умная, верная. Вот, но говорят, вот ты внеси мне, пожалуйста, ясность. Говорят, что в Белом доме теперь, помимо кусачих собак, появится еще и кошечка. Да, в январе туда завезут кошечку, которая, значит, вот овчарка как будто якобы будет принадлежать Байдену, а кошечка будет принадлежать доктор Джилл. Значит, ну, распределение. Я не уверена, поскольку я довольно хорошо разбираюсь в собаках, я не уверена, что овчарка – это самый лучший выход из положения сейчас для Байдена. Значит, он не мальчик, как мы знаем. Ну, его одна потянула, его ногу растянула, отчего он сейчас и хромает, или, во всяком случае, на это ссылается. Да, Саша с овчаркой, я понимаю, у них будет тренер и так далее, но это довольно сложная собака, она преданная, хорошая, умная. Ну, лучше бы он сейчас взял себе какую-нибудь кучеряшку и с ней бы играл, вот я так думаю. Но, понимаешь, у него душа, он настоящий полковник, вот мужчина, и хочет, чтобы при нем была овчарка. Пусть, пожалуйста, та вся перекусала бывшая покойная собачка, теперь это будет, наверное, хорошо себя вести, я так думаю. Надеюсь, Саша, мы знаем, у всех наших президентов, которых мы с тобой знаем, у них у всех были собаки. Никогда ни от кого мы не слышали какие-то претензии, они были большие собаки. Помнишь, у Клинтона была собака большая, у Обамы этот самый наш густ. Нет, но я тебе скажу, что, во-первых, у Трампа собаки не было. У Трампа не было, да, он собак не видел. Так что, да, предыдущий президент, так сказать, обесцобачил Белый дом. А что касается остальных, то меня не покидает подозрение, что просто секретная служба не рекомендует президент иметь крупных собак, чтобы не произошло то же, что произошло при Байдене. Чтобы кусали, там, я не знаю, уже не говорят о том, что портили паркеты ковры в Белом доме. Ага, и бегали по лестнице. Ладно, будем надеяться, что собака подружится с кошкой, и в Белом доме не будет того же, что между республиканцами и демократами. А что насчет Нового года? Что насчет Нового года, и где его встретит первая чета государства? Они, по-моему, едут к себе домой в Делове. И там будут, потому что мы уже видели, что Байден там идет по берегу с собачкой, гуляет. Значит, он уже в Деловере. Ну, ведь у них там, в Деловере, у них два жилища. У них есть постоянное городское, и у них есть вроде бы как бы дача на берегу. И вот гулял-то он как раз на даче. Но интересно, что он, наверное, единственный, во всяком случае, из президентов последнего времени, который вот сколько ему власти-то год с небольшим, а то и год без небольшого. Он чуть ли там, я не знаю, ну, десятки раз уже побывал на своего месте, на месте прежнего жительства. У президента есть прекрасные хоромы в Белом доме со спальным отделением. У президента есть своя дача в Кэм-Дэвиде, загородная резиденция. А этого все время тянет в Беловер. Почему? Ну, потому что он, ну, там у него дом, он видит там свой дом, Саша. Мужику 79 лет, у него свои определенные привычки, тяга. Ему то, там ему лучше. Вот и все. А это не подчеркивает, что он этим как бы дает народу понять, что в Белом доме он не засидится? Как это не засидится? А если он будет себя хорошо чувствовать в 24-м году, еще и как рванет в Белый дом? Он же нас предупредил? Да, да, да. Кстати, он же нам заявил, нам это, американскому народу, или, как говорили наши предшественники, папы римские, городу и миру. Урби-эт-орби. Он заявил, что если я буду себя чувствовать так же хорошо, как сейчас, то в 24-м году я померюсь силами с Доналдом Трампом. Если, конечно, он этого не сказал, но подразумевал, тот будет чувствовать себя так же хорошо, как сейчас. А, кстати, совсем недавно он первое доброе слово сказал о Доналде Трампе. Он же сказал, что мы с ним во многом расходимся. Ну вот, я делаю бустер, и я услышал, он сделал себе бустер. Это, по-моему, то единственное, что нас объединяет. Вон оно-ка. Ну-ка. Ага, наконец. Хорошо, договорились. Ну что, на этом мы можем и закончить разговор о первой чете. Да, наверное. Тогда давай за вторую чету возьмемся. Ну, так уж сложилось, что о втором мужчине государства, то есть о супруге госпожа Камала Харрис, мы почти ничего не говорим. А, можно сказать, и вообще ничего не говорим. Потому что, ну, как бы он хороший человек, но не очень блистает на нашем политическом небосклоне. А Камала Харрис блещет вовсю, и прежде всего блещет своей вечной улыбкой, которую, к сожалению, под маской не всегда видно. По-прежнему оживленно жестикулирует. Вот недавно дала интервью, по-моему, на канале CBS. Да. И там, знаешь, мне очень понравилось, что ее все-таки, эта самая госпожа Брэннон, да, которая вела интервью, она ее все время доставала. Расскажите про то, чем вы занимаетесь все-таки как вице-президент. Расскажите, какую роль вы играете в жизни нашего государства. Расскажите, расскажите. А та улыбалась, отнекивалась. Ну, не отнекивалась, но и не поддакивалась. Вот, но в частности, ее спросили, а как вы относитесь к нашему такому позорному уходу из Афганистана? Вот, ну, наверное, все-таки у нее был готов ответ, потому что она не очень мялась. Она сказала, что, вы понимаете, я считаю, это очень разумное и оправданное действие наших военных по совету нашего главнокомандующего президента. Ведь дело в том, что мы дали обещание, причем дали обещание еще при Трампе покинуть эту страну к конкретной дате, там, какому-то, 1 мая, по-моему, я не знаю. И когда это не получалось, а, в принципе, не получалось это потому, что талибы повели себя совсем не так, как обещали вести себя, с учетом того, что мы уйдем оттуда, как договорились. Ну, вот, если бы мы не ушли оттуда, сказала Камала Харрис, мы бы как бы нарушили договор. И это не солидно и некрасиво со стороны такого государства, как Соединенные Штаты. И прозвучало это убедительно и красиво. И никто уже, в общем-то, не подумал с такой ересью, как привыкли думать, что она ни черта не делает. А у тебя все-таки такое соображение бытует или нет? Что она ни черта не делает? Конечно. А что она делает, Саша? Ее потому и поддерживают 28%. 28%! Саша, она ничего не делает. Ее избрали царицей, царем границы. Она там была, где-то рядом постояла. Она ничего не делает, как вице-президент. Она и не хочет. Мы с тобой в прошлый раз обсуждали, что она, я так думаю, что она, наверное, жалеет, что она рвалась на эту должность. Я помню прекрасно эти дебаты. О, как она рвала! Помнишь, когда ее, не дай бог, во время дебатов кто-то прерывал? Знаешь, они любят собачиться. Она вот так вот смотрела криво и говорила. Я, между прочим, еще разговаривала. Вот. Она сейчас разговаривает не так, только улыбается. И еще я прочитала, что она вообще боится вопросов. Боятся вопросов – это тогда, когда не знают на них ответа. Саша, как ты на это смотришь? Я когда-то брал интервью представителя России, по-моему, еще в советское время, в Организации Объединенных Наций. Был такой толковый мужичок, Фалин, не помню фамилию. Но он мне замечательно сказал, чтобы у нас интервью все-таки получилось. Я бы сказал, я постараюсь не задавать вам острых вопросов. А он мне сказал, голубчик мой, я не ваших вопросов боюсь, я своих ответов боюсь. Ага. Считай, это вольнодумство или осторожность. Но, наверное, у дипломатов так принято. Ну вот смотри, Маргарет Брэннон поинтересовалась, как относиться к мнениям некоторых демократов, будто Камала Харрис получила заведомо невыполнимые задания от президента и его помощников. То ее как бы подставили. Вот ей поручили наводить порядок на границе, а там порядок невозможно навести. А поскольку Байден не хотел брать эту неблагодарную миссию на себя, он нашел крайнюю. И вот ей поручили все шишки, если и сыпятся. Они, в принципе, не очень сыпятся. То она не ее. Так вот, что она ответила. Нет, не думаю, что меня подставили. Я вице-президент Соединенных Штатов. И все, с чем я имею дело, сложно и не может быть решено на другом уровне. Нужно решать много других сложных дел, чем я, в сущности, занималась всю жизнь. И сейчас то же самое. Ну, всю жизнь, это значит, когда она была генеральным прокурором у себя и в Сенате. Но она ни там, ни там, по-моему, тоже ничего не делала. То есть, во всяком случае, никаких судьбоносных решений она не принимала. Ни в судьбе ее штата, ни в судьбе страны. У нас нет закона, который инициировала сенатор Камула Харрис. Нету. У итальянцев есть такое выражение «dolce faliente». Наверное, на твоем курорте только это и говорят. Это называется «сладкое ничего не делание». Так вот, наверное... Да, 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 да. Саша, давай мы отойдем от политики. Вот тебе и Харрис. Теперь, по традиции наших передач, нисходящие критики восходящих известностей, мы немножко поговорим уже о двух братьях, которых можно теперь и не называть, они прекрасно отзываются на это прозвище, а братьях Коума, которые оба попали в немилость, и один потопил другого. Так вот, что с ними? Саша, безработные остались оба-два. Мы с тобой об этом говорили. Наверное, сейчас пойдут оба на вэлфер. Я не знаю. Ну вот выяснилось теперь, что с Коума, с нашего бывшего губернатора Эндрю Коума, с него сняты два обвинения в приставании к женщинам, да? Не приставание к женщинам, а неавторизованное целование. Ой, я даже таких слов не знаю. Да, потому что тебя целовали по-другому. Тебя целовали исключительно авторизованно. Да, 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 да. Да, за неавторизованное целование, значит, он прощен. Значит, предположительно, что я слышала по радио, что он согласился уйти со своей должности взамен на то, что с него будут сняты эти обвинения. Ну, Саша, в данном конкретном случае, то есть сегодня нам уже все равно согласился потому или поэтому он уже не губернатор. Я показал сейчас нашим телезрителям карикатуру на братьев Коума, где они изображены в образе замечательного фильма, героев замечательного фильма «Блюз Брадерс». Помнишь этот фильм? Да, да. Вот за рулем этой машины, которую они угнали в фильме, сидят Эндрю Коума и его брат Крис. Ну, хорошо. Значит, чем они могут заняться? Ну, на досуге мы уже видели. Кстати, у Эндрю Коума тоже собачка и тоже чуть ли не овчарка. Вот он с этой собачкой там бегает, играет, ловит рыбу, в общем, развлекается как хочет, став неудел. А этот младшенький, по-моему, он сейчас подыскивает себе род занятий, причем кто-то недавно сказал, а это не кто-то, а Джеральд Бенджамин, основатель и бывший директор Бенджамин-центра инициатив публичной политики при Университете штата Нью-Йорк. Он сказал, что Крис Коума может обрести свое будущее в мире политики. То есть он может из чистых средств массовой информации, где он таки и был политическим обозревателем в том числе, он может пойти в чистую политику. То есть что же это? Ну, я не думаю, что он по стопам брата заявит, что он хочет стать губернатором. Нет, нет. Слушай, а я думаю, он где-то найдет все-таки работу себе на телевидении или на радио. Ты думаешь, совсем нет. Да, мы не сказали, почему он потерял работу, почему его уволили с ИНН. Мы с тобой обсуждали в середине месяца, что ж тут говорить. Да, но сейчас просто надо повторить, что он остался без работы, потому что он недозволенным образом совершенно стал защищать своего брата. Вот и все. Ты знаешь, ведь не надо забывать, что братья Куома, верные дети своего папаши, который тоже оттрубил три президентских срока Марио, вот, и они и доживаются. Ведь как защищался старший Куома от нападок женщин? Он сказал, что я итальянец, и у нас это принято. Когда мы встречаемся, мы обнимаемся, целуемся, чмокаем даму в щечку, и никогда на это никто не жалуется, потому что это особенности итальянской национальной охоты на женщин, так сказать, можно сказать. И то же самое заявил младший Куома, когда его стали обвинять, что ж ты делаешь, извини за выражение, сукин ты сын. А он сказал, что я младший брат своего старшего брата, и у нас принято защищать, у нас семейные узы святы, не то что подразумевая, он этого не вымолвил, подразумевая остальных, сказал он, мы не продаем братьев, мы не торгуем родственниками, а мы стоим за них горой. И вот я защищал своего брата, а теперь я за это плачусь, но не винюсь. Вот такие дела. Так, Саш, давай перейдем к другому чему-нибудь. Ну, тогда давай про свеженькое что-нибудь поговорим. Да, я еще буду говорить о главном, но не сейчас, потому что я хочу внести вот такой, в общем-то, элемент жалости, потому что вот сегодняшняя газета «Нью-Йорк-Пост», дамы и господа, и во всю первую полосу покойный Джеффри Эпстин, который обнимает Гислейн Максвелл, которую тут же назвали «оруженосица Максвелл», признана виновной в торговле несовершеннолетними женщинами для Джеффри Эпстина. Она вчера была признана виновной присяжными Манхэттенского федерального суда, но прежде чем говорить о ней, которую мне, в принципе, не очень жалко. Я понимаю, что она попала под автобус, как говорят у нас в Соединенных Штатах Америки. То есть в иное время, будь даже Джеффри Эпстин жив, а не повесьте он или не будь повешен он в камере этой самой Манхэттенской федеральной тюрьмы, все было бы совершенно по-другому. Если бы ей дали право защищаться при живом нанимателе, при живом главном обвиняемом, и приговор, а может быть и вердикт, был бы совершенно иным. А ей сейчас грозит, в ее 60 лет, ей грозит 65 лет лишения свободы, до 65. Приговор еще не назначен. Но каким он будет, как же 65 ей не дадут, но 20-ку могут влепить. Так вот, я хочу поговорить о другой женщине, которую мне искренне и по-человечески жалко. Хотя искренность и человечность, надуманные чувства, которые я как старый циник напрочь отрицаю, это Ким Паттер, полицейская женщина, которую признали виновным в неумышленном убийстве. Но это тоже грозит ей десятками лет лишения свободы. Два слова с твоей точки зрения. В чем она виновата и как ты к этому относишься? Саша, есть ли у меня сожаления по отношению к ней? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Это женщина, которая проработала в полиции очень много лет. Ты начни с того, в чем ее обвиняют. Ее обвиняют в убийстве парня, который хотел. Она хотела его задержать. Он совершил нарушение. Она хотела его задержать. Он прыгнул в свою машину и хотел уехать. Она ему стала кричать «Тейзер, тейзер». Она хотела в него выстрелить из этого шокера. Да. И она, значит, сунула руку себе туда, сзади, в карман. И вместо шокера достала пистолет. И выстрела в парня и его убила. Понимаешь, мне кажется, там не была такая ситуация, что вот ужас, он кого-то убил и надо его срочно задержать. Такого не было. Он хотел уехать. Женщина, которая проработала в полиции много лет, на ощупь, так спешила, что на ощупь не поняла, она хватает «Тейзер» или пистолет. Они же на ощупь совершенно разные. Я не трогала, но нам показывали эти фотографии. Один гораздо большего размера, другой меньшего. Она до чего спешила, что она не поняла, что она хватает и что она делает. Саша, вот она убила парня, за это она должна сидеть. Да. Я видел интервью с ней, я видел эпизоды ее допроса в суде, cross-examination. Я видел ее рыдание. Но почему мы должны верить рыданиям Кайла в одном штате и не верить рыданиям женщины в другом штате? Она производила впечатление такой домохозяйки, в общем-то, доброй старой домохозяйки, которая сама не может объяснить, как она это перепутала. Хотя я полностью с тобой согласен. «Тейзер» — это пластмассовое изделие, пистолет — это металлическое изделие. Один носит в кобуре, в закрытой кобуре на одном боку, другой носит в открытом чехольчике на другом боку. И перепутать их практически невозможно. Ее адвокат доказывал, что она находилась в таком состоянии аффекта, что перед ней была главная задача этого человека остановить, чтобы он не натворил какой-нибудь беды. И при этом она так заливалась горючими слезами, что мне ее, честно говоря, стало жалко. Опять-таки, к слову «честно» прошу относиться с известной иронией. Я почему-то ей поверил. Возможно, не знаю, не из мезогенизма. И, в общем-то, у меня нет никаких оснований считать этого несчастного пацана особо опасным преступником. Но вот так получилось. Но преступление все-таки должно быть соразмерно наказанию. И в данном случае ей грозит совершенно несоразмерное наказание тем мотивом, который ей тогда двигали. У нее нет ни малейших нареканий за очень много лет работы в полиции. Со стороны общественности к ней тоже относится только очень хорошо. Такая добрая тетка, которая охраняла закон. Она даже сказала в интервью, что за много лет работы в полиции она ни разу не стреляла в задержанных или в подозреваемых. Ну вот и выстрелила один раз. Саша, значит, она убила человека. Ну это я знаю, да. Все. Это я знаю. Вопрос закрыли. Закрыли вопрос. Тогда давай коснемся уже Гислейн, Максвелл. Ты относишься к ней, опять-таки, с той позиции, с которой ты относишься ко всем дамочкам из высшего общества, которые вели себя некрасиво и должны за это отвечать. Или нет? Да, Саша, что значит она вела себя некрасиво? Она поставляла девочек Эпстину. Значит, без нее он бы этих девочек не находил. Они знали друг друга много лет, они дружили. Когда-то она хотела, чтобы он на ней женился, а он вообще ни на ком не хотел жениться. Они были в большой дружбе. И была договоренность, что она ходит по разным местам, приглядывает девочек несовершеннолетних, которых он любил, спрашивает у девочек, хотят ли они обучиться, научиться делать массаж. Я вам покажу, я вас научу. Девочки соглашались. Вот некоторые. Потом она их стала обучать немножко, что и как, и чего. В частности, обучать разным таким тонкостям сексуальным. Вот, Саша, она это все делала. Она своими руками доставляла девочек туда, к Эпстину. В Париж, в Нью-Йорк, во Флориду и так далее. Виновата ли она? Да, конечно. Конечно, виновата несовершеннолетних девочек. Уговаривала, поставляла, обучала, присутствовала при том, при всем, при этих сеансах. Вот. Пусть сидит. Столько, сколько ей дадут. Да, она виновата. Лен, в данном случае я, в общем-то, с тобой согласен. Потому что к тому, за что ее судят, я отношусь, в общем-то, достаточно объективно и отрицательно. Но я все-таки, опять-таки, понимаешь, я беру то время и тот класс, как, по-моему, написала Маргарита Алигер когда-то в 20-е годы, когда она объясняла свою меньшевистскую позицию, что виновата не я, а моя социальная прослойка. И мы чего-то там в дни октября занимались шитьем и кройкой том, вина не моя, а моей социальной прослойки. Вот социальная прослойка того времени, и там были и принцы, и президенты будущие, и президенты бывшие, и кого только Джефф Репстин не катал в своем самолете. Но это было бы как бы само собой разумеющееся. Загнивало высшее общество, забавлялось, развратничало. Вокруг царила сексуальная революция. Милые девушки теряли невинность, по-моему, в младенчестве. Если, ну, это слишком сильно сказано, так или иначе. Все как-то, понимаешь, все цвело одним не очень приятным кустом, в котором были цветочки поярче и потусклее и так далее. И вот тут расцветало в высшем обществе вот это самое отвратительное чувство безнаказанности и вседозволенности. И вот единственное, что меня несколько обескураживает, что ее, опять-таки, я сказал, бросили под автобус. Потому что все-таки основным был бы Джефф Репстин во всем этом деле. А без него она оказалась в какой-то степени беззащитной женщиной, которая пошла в тюрягу и, очевидно, останется в ней очень надолго, если не до конца своих дней. Но время-то нашего первого получаса подошло к концу. Сейчас мы прервемся на рекламной паузе, а потом я попрошу открыть эфир, и наши зрители поделятся с нами, со мной и с тобой, вернее, своими пожеланиями на будущий год. Оставайтесь с нами. Внимание! Я ждал вас. Знаете, кто я? Я страх, который вы чувствуете, когда входите в перепонанную людьми комнату. В момент, когда вас бросает в жар и в холод и в смятение. И вы испытываете сумасшедший ритм сердца. Я — волна забот, которая быстро превращается в океан, в котором вы тонете. Я — навязчивые мысли и конвульсивное поведение. Один из четырех человек испытывает беспокойство, и большинство людей об этом даже не догадывается. Вы должны знать беспокойство, чтобы быть свободным от него. Для бесплатной конфиденциальной информации о психологическом здоровье обращений к поставщикам услуг и консультирования по вопросам кризисов в любой день и в любое время позвоните в отдел по вопросам психологического здоровья округа Лос-Анджелес по телефону 800-854-7771. Сейчас не время болеть гриппом, значит, самое время сделать прививку от гриппа. Ее можно безопасно и легко сделать всюду в городе. Давай, Нью-Йорк, пора сделать прививку от гриппа. Чтобы найти пункт вакцинации от гриппа, посетите nyc.gov.ru или позвоните по номеру 311. И еще раз здравствуйте, дамы и господа. Напоминаю, что вы смотрите программу «Особое мнение», которая сегодня приходится на предпоследний день уходящего года. И поэтому участники этой программы, я и моя постоянная напарница в таких передачах, радиожурналист Елена Гинслинг, решили во втором получасе поинтересоваться вашими мнениями о нашей передаче. Какой она должна быть, по вашим пожеланиям, в новом году? И вообще, что вы ждете от нового года? Вам покажут телефон нашей студии, вы позвоните, если среди вас найдутся желающие. А вот уже и есть звонок, это отрадно. Слушаем вас, говорите, пожалуйста. Алло. 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 Доброе утро. Это отрадно. Да, да, мы вас слушаем. Я убрала звук телевизора. Я могу говорить? Да, конечно. Алло. Говорите. Алло, доброе утро. Здравствуйте. Меня зовут Алло. Это говорит Светлана из Бастона. Вы меня слышите? Да, 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 слышим. Да. Уважаемый, это Светлана. Я уже как-то раз входила в эфир. Вы знаете, ну, во-первых, с наступающим Новым Годом у меня такой вопрос к вам. Совершенно отлично от того, что вы сейчас с тем вопросом, каким обратились к студию. Дело в том, что в день Рождества, 25-го числа, на экране Russian Television Network of America появился пожилой господин. Я помню, по-моему, он был и, наверное, остается главой вот этого канала. Он в хорошем возрасте. Рядом с ним сидела молодая женщина, которая давно, там, лет 5-6-8 тому назад, они всегда вместе сидели. Он говорил на английском, она переводила на русский язык. Вот. И он начал говорить о Рождестве и начал говорить какой-то... Он говорил только на английском, она переводила на русский. Он начал говорить в стихотворной форме, в девческой форме пожелания. Потом она начала переводить. И вдруг одна фраза буквально прожгла меня до нутра. Я потом разобралась в себе. Я закончила сизма от универа, поэтому ко всему подхожу чисто математически. Но эту фразу я с двух сторон рассмотрела. Старалась как-то не то, чтобы оправдать, а просто войти в древность в старый завет. Я прочитаю эту фразу, я запомнила ее, эту фразу, в стихотворной форме. Иуда, ты истинно сама, и свет в окне горит лишь для тебя. В первый момент я вся буквально потом покрылась. Потом взяла себя в руки, ведь был еще другой Иуда, не Искариот, а другой Иуда в Иудее. И вы, наверное, знаете о его деятельности благотворной, т.д. и т.п. Потом я стала его оправдывать и сама себя за крамольную мысль. Ну, голубушка моя, я осмелюсь перебить вас, хотя мне очень нравится то, что вы говорите. Я задал конкретный вопрос. Вы знаете, мне пришло в голову в моей любимой книжке «Похождение бравого солдата Швейка». Есть такой эпизод, когда Фельдкурат Кац, по-моему, у которого Швейк служил денщиком, он сильно задолжал за торговлю хмелем до Первой мировой войны. И к нему пришел один из кредиторов требовать деньги. А Фельдкурат был сильно пьян, он его так услушал, слушал. И потом говорит, слушайте, я думал, вы придете, расскажете мне какой-нибудь еврейский анекдот, мы вместе посмеемся. А вы о чем говорите, о каких-то долгах? Швейк, спустите его с лестницы. Я задал вам простой вопрос. Как вы относитесь к нашим передачам, ко мне и к Лене Гинстлинг? Вы рассказываете о погрешностях других людей, которые возникают на этом экране. Я допускаю, что вот так оно и есть. Но это разговор не сегодня, не в предновогодний день. Извините, ради бога. Но ваше мнение ценно для нас. Если есть еще звонки, мы их выслушаем. Алло. Здравствуйте, Дмитрий Горьков. Алло. Да-да, говорите. Сейчас буду говорить. Да-да, слушаем вас. Я хотел бы остановиться вот на этой женщине, которую сейчас судят по фамилии Максвилл. И хотел бы две, только два пункта сказать. Первый пункт такой. Совершенно не отметили, что вот эти девочки или женщины, которые Максвилл поставляла Джеффри, они что, не виноваты? Они что, не понимали, откуда они и куда они идут? Их мамы, которые за 300 долларов их поставляли, они что, не понимали? Они все понимали. Абсолютно все понимали. И второе, что я хотел сказать. Совершенно во всей этой истории не отмечаются, как говорится, самые главные действующие лица. Такие, как Клинтон и многие другие. Мы видели, мы хорошо видели снимки, когда Клинтон находится там, переодевается в женщину. Что он там творил? Почему о них ничего не говорят? Что у нас за правосудие? Правосудие что только для Максвилл, а для высоких чинов никакого правосудия нет. Вот что я хотел бы услышать от вас. Спасибо за внимание. Лена, Лена, это по твою душу. Да, это по моей души. Значит, спасибо, что вы нам позвонили. Во-первых, Саша изначально сказал, если у вас будут какие-то пожелания, советы по поводу наших передач, которые были, или вы хотите что-то слышать на будущий год, пожалуйста, нам звоните. Первый звонок был, не имел ничего общего с Сашиной просьбой. Второй звонок мы обсуждаем, правильно ли судили Максвилл или нет. Значит, это не имеет никакого отношения к тому, что мы от вас ожидаем. Окей, это во-первых. Во-вторых, приплетать сейчас сюда Клинтона, принца Эндрю, портрет Клинтона в женской одежде. Этот портрет был сделан здесь, в Нью-Йорке. Этот портрет был написан в Нью-Йорке в квартире Эпстина. Никакого отношения к этим девочкам Клинтон не имел. Никакого. И когда он летал в самолете, он даже не знал, что там это. Поэтому это не расследуется. Это не есть главное. Сейчас главное, что она поставляла этих девочек Эпстину. Я уже говорила не раз и не два. Девочки изначально не знали, да, массажисты, не массажисты, что они делают. Теперь, когда они давали показания и говорили, что Эпстин ее изнасиловал три раза, тебе это не понравилось изначально, ты не поняла, зачем тебя туда притащили. Дуй домой, сиди, учи уроки. Алгебру, тригонометрию и так далее. Они знали, они получали за это деньги, они мамам не докладывали, конечно. Но это не имеет никакого отношения к тому, что мы от вас просим сейчас. Лена, 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 давай послушаем еще один звонок. Давайте, говорите, пожалуйста. Слушаем вас. Ну, выключи. Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте. Я хочу сказать по поводу вашей передачи. Великолепной передачи. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю всех успехов. Наконец. И так держать. Спасибо большое. Мое имя Евгений, я из Нью-Джерси. Да, спасибо большое. Саша, можно ли я сейчас от себя от... Может, может, получится так, что мы ждем похвалы, а мы как раз ждем критики. Давай послушаем еще одного телезрителя. Говорите, пожалуйста, слушаем вас. Алло. Спасибо. Да, да. Алло, здравствуйте. Да, говорите. Меня зовут Аня, я звоню с Финикса, это штат Аризона. Хочу поблагодарить вас за ваши передачи, пожелать вам здоровья и дальше так держать. Все, что я хочу сказать. Спасибо. 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 Давайте еще послушаем. Говорите, пожалуйста. Слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, студия. Доброе утро. Кто ведет передачи? Я помню имя Елена. И я забыла имя ваш. Наш дорогой журналист и диктор. И работник, как говорится, телевидения. Да? Журналист и уважаемый наш. Я хочу сказать, что... Конечно, вы сказали, чтобы мы говорили, как передачи ведем и так далее. Я бы сказала, что хотела бы вас спросить, где находится... Я вас не слышу. А, ладно, я потом... Вы меня слышите, да? Да, да, да. Вы слышите меня, да? Да. Алло. Слышим, слышим. Я хочу спросить у вас, пожалуйста, ответьте, почему Геннадий Котцов утром не ведет больше передачи? Вот что-то прервалось. Потому что это к нам не имеет никакого отношения. Ну, почему Геннадий Котцов не ведет? Что-то он ведет, а что-то он не ведет. В общем, это... Не думайте, что мы плохо говорим. Поэтому... Говорите, да. Сейчас мы вас слышим. Ну, вот... Нет, не слышим. Так мы и не узнаем. Я пытаюсь узнать у Гена Котцова, что он не ведет. И довести это до его сведения. Вот. Но давайте еще один звонок примем. Такова уже наша задача на сегодня. Говорите, пожалуйста. Слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Я не буду оригинальной. Я тоже хочу сказать вам спасибо. Тоже поздравить вас с Новым годом. Ваши передачи очень часто бывают остроумными. Легкими такими. Они очень-очень нам нужны. В это время, когда веселья у нас совсем немного. Так что большое вам спасибо. И не то, чтобы так держать. Ну, иногда, может быть, там, излишнее зло. А может быть, недостаточно зло. Ну, в общем-то, здорово. И ваши передачи нам помогают смотреть. Спасибо. Спасибо. Но, вы понимаете, ведь главное не так держать, а кого держать и за что держать. Это ты про меня? Вот именно. Еще один звонок. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Лен, что ты можешь сказать? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие журналисты. Алло, здравствуйте. Очень плохо слышно. Может, вы выключите звук у вас? Добрый день. Вот видите, звонков очень много, но как-то звук подходит. Говорите, пожалуйста, говорите. Лео. Лео. Добрый день. Добрый день. Я хочу поздравить вас. С Новым годом. С Новым годом. Добрый день. Хочу поздравить. Хочу поздравить вас всех с Новым годом. Пожелать вам стопроцентного здоровья. И спасибо за ваши передачи, потому что они интересны. И добавьте больше мужчина и женщина. И почему? Спасибо вам. Самого хорошего Нового года. До свидания. Спасибо. Спасибо. И вам всего хорошего. Но, Лен, у меня создается впечатление, что нам ничего менять и не надо. И прежний формат наших передач вполне устраивает. Давай послушаем еще один звонок. Может, хоть один критик сыщется. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, говорите. Здравствуйте. Я очень рада Гранту. Он очень интересно все расскажет. Но его эта напарница портит все впечатление. О, наконец-то дождалась. Ужас какой-то. Зарвичайно. Такая невыдержанная. Говорите, говорите. Она вас слушает? Портит все впечатление. Никакого удовольствия от передачи нет. Смеется, встревает. Ужас какой-то. А Грант это просто сказка. И по русскому радио с удовольствием слушаю. И по телевизору. Всегда так умно, конкретно. Неужели никого другого подобрать нельзя было? Только вот эту вот Елену прекрасную. Прекрасную. Мы этот вопрос обдумаем. Ну, ну-ка, ну-ка, ответствуй. Ответствуй. Прекрасная Елена. Я сказала, мы этот вопрос обдумаем. Мы найдем другую умную женщину. Не такую дуру, как я. Которая работает на радио, на телевидении много лет. И которая не будет производить такое ужасное впечатление на наших телезрителей. Обещаю. Саша, ну понял, да? Так, а вот сейчас найдется, наверное, доброе слово в твой адрес. Говорите, пожалуйста, слушаем вас. Алло. Молчание было ответом. Добрый день. Да-да. Добрый день. Я очень люблю и прежние газетные статьи Александра Гранта. Но хотел бы пожелать вашей программе, особенно вашей партнерше, не говорить, он знал или не знал, когда она говорит о судебных делах. Надо, можно сказать, наверное, что это не рассматривался или вопрос не поднимался. Но кто что знал и не знал, по-моему, лучше не говори. До свидания. До свидания. Всего доброго. Спасибо. Саша, ну я читала несколько раз в разных источниках, что да, действительно, Клинтон ездил, летал в самолетах, к Капсину, туда, туда и туда. И о его вот этих грязных делах с девочками он не знал. Я об этом читала. Поэтому, да, это произношу вслух. That's it. Да, я тоже, кстати, об этом читал, но должен сознаться, что сам Клинтон мне об этом ни слова не сказал. Ты знаешь, когда Анатолий Васильевич Луначарского, который преподавал в Институте Красной Профессуры, в стране начались чистки, его обвинили в том, что он неправильно толкует Ленина в своих лекциях и хотели исключать из партии. А он на собрании партийчейки Института Красной Профессуры сказал, вам, Владимир Ильич Ленин, этого не говорил, а мне говорил. Поэтому, знаешь, когда мы обсуждаем, что Клинтон делал и что не делал, чего он знал и чего он не знал, ну так уж сложилось. У нас есть еще звонок. Если есть, то милости просим. Алло. Да, говорите. Доброе утро. Доброе утро. И эта программа наша одна из самых любимых программ. Мы с мужем смотрим эту программу всегда. И если мы не можем присутствовать, мы записываем ее, чтобы посмотреть попозже. Красиво. Ну, Лен, это, я считаю, уже и комплимент в твой адрес. Потому что наша программа все-таки и сивки-сивки. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, Александр. Доброе утро, Леночка. С наступающим вас Новым годом. Я хочу руками и ногами проголосовать за Лену. Два соведущих, Саша, с вами. Илья Оливков и Лена Гинслин. Жду. Ну, Илья Оливков бывает и с Русаковым. А с вами Лена Гинслин только с вами. Умнейшая. Талантливая. Обожаю ее. И очень жалею, что только два раза в месяц она с вами. Был, Лен, совет, передача интересная. Это наша женщина. Это наша девочка. Это наша хорошая, любимая ведущая. Леночка, пожалуйста, почаще. Бывайте с Сасой. Вы, Саса, вообще кладезь ума, остроумия. И я вас обожаю. Лена, обожаю. Держитесь. Спасибо. Ну, Лен, как сказал один афро-русский поэт, чай теперь, твоя душенька, довольна? Да, Саша, ну, я как вообще пока что здравомыслящий человек, я прекрасно понимаю, что люди могут и критиковать, и могут и хвалить, и у всех свое мнение. И когда я вела передачу, я слышала такое про себя, только держись. Но я очень благодарна, благодарна очень за то, что меня любят, и за то, что меня ценят, и за то, что мои передачи с Сашей всегда слушают и даже и записывают. Спасибо вам большое. Можно я от себя поздравлю те зрители? Я хочу прежде всего пожелать вам здоровья. Прежде всего, исходя из того, что нас слушают люди совершенно, смотрят люди совершенно определенного возраста, которые должны, особенно сейчас, следить за своим здоровьем. Пожалуйста, следите за собой. Не бегайте по врачам слева направо, ко всем подряд. Следите сами за своим заролем. Выполняйте все то, что говорят. Как не заразиться? Где маски? Как маски? Все делайте. Укрепляйте свой иммунитет. Укрепляйте как можете. Витамины, лук, чеснок, горячий чай, джинджер. Делайте это все. Я это все делаю. Да. Вот. Теперь. Не спорьте с мужчинами. Не спорьте с мужьями, с детьми и так далее. Не спорьте. Это сохраняет ваше здоровье. Как говорили в Ленинграде, мне это гораздо дешевле. Вот. И это вот так сказать мои основные пожелания. Но главное, это следите сами за своим здоровьем. Сами. Не чуть что хватать таблетку в рот. А главное, я сказала, в рот. Вот. А следите, что и как вы делаете. Вот. Давай вам Бог всем здоровья. Ты знаешь, вот ты себя ведешь совершенно не по Камала Харьевски. Потому что если бы на твоем месте была Камала Харрис, она бы сказала, это вы меня ругаете, потому что я белая женщина. Но давай все-таки дослушаем, у нас есть звонки, белая женщина. Говорите, пожалуйста, слушаем вас. Да-да. Да, говорите. Я ничего не слышу. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, значит. Я хотел бы также поблагодарить, что на критику, в принципе, тут был звонок сначала, потом одобрили ее. Я тоже одобряю. Очень, очень молодец просто. Такое здравомыслие, точность, так сказать, формулировок. Вот. И всегда интересно ее слушать. Это первое. А в том, что касательно критики, вы, мне кажется, поставили вопрос слишком, очертили строго. То есть, я ожидал, что вы более широко поставите вопрос. То есть, поделиться, так сказать, что там за прошлый год. И плюс к этому вот то, что вы сказали. Вы же я четко очертили, так сказать, не дали, так сказать, простора людям, так сказать, высказать за счет событий прошлого года. Вот это в плане критики. Вот. И еще я хотел бы вот сказать насчет прошлого года. Вот Трамп Байден, допустим. Вот я все-таки считаю, я голосовал за Трампа. Но вот тебе я считаю, что Байден, все-таки правильно, что все-таки Трамп это сквозьный. Он сквозьный этот человек. И считаю, что вот эти события 6 января во многом все-таки склоняюсь к мысли, что он все-таки наэлектризовал людей. Что люди пошли, так сказать, на Капитолий. Вот. И считаю, что все-таки сейчас я уже за Байдена. Вот. И он сбалансированный человек. И вот эти критики не обоснованы, мне кажется. Спасибо, друг мой. Спасибо. Я вынужден прервать пас, потому что осталась нам с Леной одна минута счастья общения с вами. И эту одну минуту, конечно, я хочу посвятить пожеланию вам того же, что уже пожелала вам Лена Гинслинг. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Но в который раз я призываю вас не терять common sense, здравого смысла, чего нам раздительно не хватает на всех уровнях. От правительства до последнего погонщика мулов, если у нас еще остались Соединенных Штатов таковые. Леночка, я поздравляю тебя с наступающим Новым Годом. Поздравляю тебя с тем, что наши зрители все-таки считают нас не последними людьми. И прощаюсь с вами, дорогие друзья. До встречи уже в Новом Году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова